на память Игнать Тихонович плохо со слухом это у него справка поэтому переводчик подержи я сейчас чтобы говорить Лапкин Игнатий Тихонович Лапкин Дата рождения Дата рождения 10 июня Точно такой же дом есть Хороший Надежный Поселок Карповский Тюмин Сисковраевна Может помочь раздвинуть Нет, здесь же этот брат Здесь все нормально Спасибо Христос Образование среднее Среднее специальное Пенсионер Проживаете где? Барнаул Улица Ползунова 6 656-056 Он только на лето Здесь Лето и осень До 10 октября Что это значит 10-10 октября Сейчас гостей всех привезут Ползунова 6 Ползунова 6 Телефон имеется? Ну он не слышит Короче нет Так Так В чем вообще проблема? То есть вот изначально получается Пчелкина Марфа Тихоновна Ну на данный момент По всем документам Она является собственником Нет Не по всем документам Нет Если у вас костюм сворует То собственность ваша не меняется У меня дома нет Мой дом они на себя переделают Мошенство 159 Можно я скажу это? Пчелкина Марфа Тихоновна Приобрела дом у него правомочного отчуждателя Прошу прям дословно это записать Пчелкина Марфа Тихоновна Приобрела дом у неуправомоченного отчуждателя Лапкина Павла Тихоновича Лапкина Павла Тихоновича Лапкина Павла Тихоновича 49 года рождения Да 21.02.49 года рождения Который Ранее Подождите тихо Можешь присесть Да ничего не я слышу Который ранее 16 августа 2016 года Продал данный дом Продал данный дом За деньги За деньги За деньги Лапкина Игнатия Тихоновича Игнатия Тихоновича По расписке Подождите Сейчас сначала Напишем хотя бы адрес А сейчас адрес пишем Да Адрес Мария Лапкина Дом 17 Который продал данный дом По адресу Поселок Потеряк Мои лапкина 17 По расписке От 16.08.2016 года От 16.08.2016 года От 16.08.2016 года Эти деньги Эти деньги Нет Давайте мы сначала Все таки с туалетом Ну он приехал Все закрыто Я вам объясняю Смотрите Вот Федеральный закон 430 Статья Пункт 3 Действует В редакции С 1.06.2015 года И договор Подлежащий госрегистрации Считается Для третьих лиц Третьих лиц Заключенных в момент его регистрации То есть Если допустим Я у брата купил То между нами Уже сделка действительно Неважно Она зарегистрирована Закон Вот эта норма Прям запишите ее Пункт 3 Статья 433 Гражданского кодекса Она имеет приоритет А дом Приобретен Формально На имя Колесникова С Украины Который бывший наркоман Вот это И Это у нас расписка 16 августа 2016 года И вот Лапкин Павел Тихонович В 2023 году Дважды дом Продает Понимаете Логику 2023 Дважды Дважды То есть он Получается продал Уже не имел на него А законным владельцем Является Игнать Тихонович Как почетный житель Деревни Потеряков Он ее основатель Воссоздал эту деревню Вот такая ситуация Соответственно Вот эта норма Обязательно Должна быть отражена Пункт 3 ст. 433 Гражданского кодекса Что уже Первоначальная продажа Состоялась Состоялась Подождите Чтобы успевали Да-да-да Статья 433 Гражданского кодекса И было условие Это зафиксировано Везде и всюду фиксируется Что пока жители живут В их владении находится дом Никита это знал Прекрасно Никита это знал Но деньги давал Игнать Тихонович Никита в общем уехал в Украину Да Так что это получается Вот этот товарищ Никита Андреевич Передал деньги Игнати Тихонович передал Но Было условие Что на период На период Вот этого Пока он здесь живет Он будет в этом доме Пользоваться Вот тут так Новые люди приезжают А я имею возможность Корову купил А теперь кто-то новый Приезжает Я передаю другому В юриспруденции Это называется Фидуциарные отношения Лично доверительные Фидуциарные Лично доверительные отношения Отношения с Никитой Они носят частный характер Ну сейчас Враждует против России Украины Он там злобится Страшно как Вот И вот это называется Непоименованная сделка Непоименованная сделка Есть такой термин Законие Вот это Да Поэтому Павел не имел продавать Право в 23 году То что За что он уже деньги получил Тем более Половину этого дома Полностью Своими руками Вот Игнатий Тихонович Покажите руки Своими руками Игнатий Тихонович Строил Техник строитель То есть они с братом Напополам строили этот дом Брат выехал Дом продал Так Ладно Это понятно А потом он приезжает Этот дом оформлен Это приложение К нашему заявлению Да А если более узко По поводу туалета Туалет построен Так же Непосредственно Полностью Игнатием Тихоновичем И под его руководством Никакого отношения Ни Павел Ни Марфа Не имели отношения Он построен уже После того Как дом был создан Да Да Так Около десяти лет назад Да Если поискать Можно даже Видео найти Да Мы видео если что При необходимости Можем еще Я помню что-то строилось Было какое-то видео Что-то было Ну то есть Сама Марфа Тихонов Сообщала что В данный момент Она является собственником Нет Она не сообщала Приехали вот так Закрыто Она не сообщала У нас есть У меня 39 Приехали люди Каждый год на крещение И они не допускают туда Запечатали Хоть ходи во дворе Они сделали Они сделали самозахват То есть они в суд не подали Они сделали самозахват Это важно Это позло То есть воспользовались Что не оформлено Мошенство Было непосредственно Все Минуя сделки То что сделка была Это ни во что поставили Уже Просто оформили на себя И все А брату там налили Или еще что-то Вы кого-то попросили Чтобы его перенесли Или кто это Нет А у нас люди приехали 39 человек то Подцепили И на место ходить то надо куда-то Да Каждый год у нас на крещение приезжают Чтобы санитарное законодательство Не нарушать Тем более Тем более Тут люди из разных государств бывают Ливана Италия Франция Германия Это Как гостиница была у меня Тем более мы заповедь божию выполняли Я ее строил Чтобы туалет А они сломали замки Залезли туда Отгородились вот этой доской А тут одна территория считалась Каждый год Уже десятки лет Все в этом доме Все лето Владеет Игнатий Тихоновичем То есть как гостей туда всегда приглашают Всегда мы там ночевали Жаловались недавно Вам же А я ее 30 лет не видел Ни одного слова не говорил То есть вранье страшное Никогда тут не жила Марфа 30 лет Не владела Она не владела Вообще никакого отношения не имеет Ни копейки не потратил на этот дом Ни одной копейки Ни он вот ни Алексей не потратил Ни один Игнатий Тихонович в него столько вложил Сам построил А принадлежит оказалось Приехать Не принадлежит Числится в реестр Числится в реестр 17 Перенесли сюда В порядке самозащиты права Обязательно Я сейчас не могу сказать В порядке самозащиты права Туалет как нашу собственность Нашу собственность Перенесли За туалет Да Никто из них в туалет Никто из них в туалет ни разу не ходил Конечно Он подал заявление Он подал заявление Вот сейчас не мотивированно От имени Как он говорит Марфы Тихоновны И значит это не предупреждал Ни о своих действиях Намеренных У него задача только причинить вред Марфа Тихоновна с вами разговаривала Да я его в глаза не видал Как я мог разговаривать А вы попробовали бы с ней просто А зачем Зачем У них Вместе собрались Старобрядцы Поставили задачу уничтожить деревню Мы за них молимся Мы за них молимся Зачем говорить Я ни одного слова не разговаривал с ним Вот приехал сколько И с ним не говорю Он любое слово переворачивает Ни одной книги не просчитал Так В данный момент То есть туалет вот тут Походится Он не поврежден Ничего с ним не Я не разговариваю И он не является собственностью Ни Устинова Ни Марфы Тихоновны Доски все наши Все Ну вообще ничего Да Эта вещь Эта вещь не принадлежит ей И не принадлежала никогда В туалет ходим мы Более того Выполняем санитарное законодательство Все нормативы соблюдены Получается ранее Вы просто им пользовались Там было открыто И туда просто ходили люди И так Мы его создали Нет Ну создали Нет Я про самфак пользовал И пользуются Тут отсюда Люди Награда не было Там не загородились А тут ходили мужчины Да В этом доме Жили Проживали в этом доме В гостях Да Летом Да Соответственно И ходили в туалет Это вот мы все приезжие Дом сначала построили Да Потом купили дом Потом там жили И пользовались туалетом Вы в своем доме Пользовались туалетом? Нет Я просто уточняю Вот Ну чтобы вам Ясно было что Мне все ясно Я просто уточняю У вас как Это было Из туалета Так Этим туалетом Пользовался как хозяин Почему не заискивать Ездите вопрос Почему? Мошенник Построил Пользовался Построил В статье 159 Пункт 4 До 10 лет И штраф миллион То есть они висят на волоске Но я ничего не делаю Не зову к расплате Мы только молимся Что спрашивать? Бог лишил разума Так Получается пользовались пока Марфа Тихоновна не предъявила Это свои права Она в Заминогорске живет Она здесь не живет совсем Мы никакую Марфу Тихоновну Он тоже Никто не живет Ее нет здесь Она никогда не Марфа Тихоновна никаких претензий Не предъявляла официально нам Мы только от вас услышали Что 35 лет наверное она не живет здесь Деревни не было Замор закрылся Вот представьте Вы приходите все домой А вас не пускают И перегорожены Говорят А это на другого оформлено Вот тут тоже самое произошло То есть Говорят Все это на вас нет То есть Столько лет было оформлено Не на вас теперь Говорят Переезжайте А на каком основании В туалет сейчас пойдете? Нет Ну вам же все равно Как-то стало известно Что у вас сейчас Приехали вот Перегорожено все Известие Передали Нет Она же тут находилась Нет Нет Она сама тут находилась Вот смотрите Значит Марфа Тихова Она может и приезжала Может такое быть Ну не видел я ее Мы ее не видели Полномочий никому не давала Законных полномочий Чтобы удостовериться Что это ее представитель Это ее агент И так далее Ее возможно тоже использует Возможно Тоже использует Устина В своих целях Их задача Деликвентное действие Совершить Вредопричинительство По простому Вот это А для этого они ищут повода А Писание говорит Не давать повода Ищущим повода А мы должны И перед Богом И перед людьми Стараться делать доброе Каждый день Игнать Тихонович Молится Чтобы не дать им погибнуть Каждый день Это все в интернете Выставлено Молитвы за этих людей Я допускаю Что вот этот вот Устинов Алексей Является бенефициаром Он пользуется И Павлом Тихоновичем И Марфой Тихоновной Как кукловод Пользуется тем Что люди пожилые Он вводит их в заблуждение Но это мое предположение Ну судя по его действиям Это вот предположение Обоснованное Потому что нет доверенности Нет ничего Все Разписаться Можно прочитать Прочитать Потом Игнать Тихоновичу По существу Заданных вопросов Поясняют следующее Что проживаю По вышеуказанному адресу Пчелкина Марфа Тихоновна Приобрела дом Читай пожалуйста У неправомощного Отчуждателя Отчуждателя Лапкина Павла Тихонович Который Продал данный дом По адресу Мария Лапкина В 17 Расписка от такого-то От 16 августа До 2016 года И было зафиксировано Что на период проживания Нет 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 Согласно пункту 3 Статей 430 ГК РФ И было зафиксировано Что на период проживания Колесникова Н.А. Дальше Туалет был построен Около 10 лет назад Я попросил гостей Моей деревни Чтобы они перенесли Данный туалет На участок Расположенный По адресу Поселка Петеряевка Улица Мария Лапкина 15 В данный момент Этот туалет находится По этому же адресу Ранее этим туалетом Я и Посетители Пользовались Пока на усадьбу Дома и сам дом Не предъявила Свои права Пчелкина Тут не указано Что он построен Надо указать Нет Надо указать Что есть свидетели Что построен Именно Есть свидетели Давайте сами напишем Не зачем Не надо Надо только добавить Тут не сказано Что все построено Да Это в данном случае Это как бы Роли Не играть Пожалуйста Добавьте Пожалуйста Добавьте Что есть свидетели Есть свидетели Этого строительства В частности Владимир Александрович Пащенко Есть свидетели Этого строительства В частности, Владимир Александрович Паченко. Туалета. Именно. И еще добавьте, и есть много видеоматериалов, подтверждающих законное владение домом. И участком. Лапкиным Игнатием Тихоновичем. Мною. Да, мною, мною. И у вас сковоры злые. До их участка. Мы вам очень признательны, что вы подробно эту ситуацию отразили. Все? Да, если надо будет более подробно, мы дополнительное объяснение всегда дадим вам. Пащетка нам влезла, да? Да, да. И надо перефоткать обязательно текст объяснения. И вот тут у меня еще одна подпись. В прошлом году, вот вам полезно выслушать, приехал милиционер. И он жалуется, этот человек, с вами стоял. И он говорит, а зачем же вы потеряю, поприняли такого? Батюшка говорит, ну таким он не был. А теперь, а кто он такой? Батюшка говорит, да считается племянником. Милиционер так и взял. И это он на дядю подает, так он два раза просил по уголовной сессии достоинства, но два раза им отказали, он больше не стал. То есть непрерывные звонки и ложь. Почему за свой счет государство ездит? Ничто нигде не подтверждается. Нету ни одного слова. Это мошенство. Строгая статья. 159-й, повторяю. Про ваше заявление. Да, да, наше заявление, конечно. Ну, чтобы мне лишний раз не ехать уже. Да, конечно, конечно. Так, хорошо. Так, хорошо. Алло. сколько милиция потратила денег средства за это вот брехню их и еще нет в америке бы это ему на крылья вы знал как звание а Надо обязательно будет в ходе проверки Павла Тихоновича просить. Обязательно, как уж вы на него ссылаетесь. То есть я сомневаюсь, что я смогу опросить Колесникова Никит Ландовича, который находится на Украине. По скайпу? Сильно я сомневаюсь. Колесникова, опросить Колесникова. Колесникова нет. Он такой не может сейчас против России. Если полиция из России будет... Если из России из полиции кто-то себе поговорит, ему там забралась. Я приехал, кое-как принял. Он не свободен сейчас. Никто не зимовал, дом не годен для зимовки даже. Вот это? Нет. Только на лето приезжает, друзья. Нет, просто дарит. Там, да, передачу придет. Приезжает, уезжает. Так, получается, 16-го на 8-го владели совместно с этим домом, с Лапиным, к Павлу Николаевичу. Да, да. Игнат Тихонович построил половину этого дома. Здесь вот люди, любящие Слово Божие, собираются. Вот это, святую православную веру изучают. Вот это. Им надо здесь остановиться. Вот. И соответственно, Игнат Тихонович... Так, подождите, сейчас мы тут толку поучу здесь. Так, получается, да, 16-го, 0-8-го. 2016-го года? 2016-го года. Да, дом поступил полностью во владение Игната Тихоновича. Ну, почему тут написано совместно? Ну, совместно они владели с Павлом до этой сделки. Вместе строили 50 на 50. Вот это. Нет, ну, вот смотрите. Тут написано. Так, мной с Лапиным Павлом Тихоновичем построен дом по адресу. Так, мы владели им совместно. Дом полностью пришел в мое законное владение с момента его покупки за 50 тысяч рублей от 16-го года. То есть, он как бы часть вот эта вот? Так, а тут Лапкин Павел Тихоновичев Колесников Никита Андреевич. А вот там вот дальше написано еще. Он наркоман, то есть, наркоман был, чтобы вот здесь нормально он начал жить. Игнатих, чему деньги дал? Да. Это прямо на видео, то есть, если уезжать, должен быть порядок. Чтобы он тут жил, по условиям, по условиям. Я не ему подарил, фактически, для восстановителей денег. Но факт то, что сам Лапкин Павел, все, имущество свое от себя было, от него было, согласно этого расписки, отчуждено, все. Он не мог им распользоваться уже больше. Павел? А сейчас против России он гонит тайкую муру? Ой-ой-ой. Продал дважды. Продал дважды. Как Гореновский говорил, окраина. Так. Ну вот Никита получил огромную духовную пользу в свое время. Вот это. Ну, все равно, все равно. Ну, реабилитация, пять лет реабилитация была здесь. Ребилитировал Игнатих. Так, даже до 16-го, до 16-го, я и мой брат Лапкин, Павел Тихонович, совместного владеля. Как застройщики, важно отразить, как застройщики. Так, застройщики. После указанной даты данный дом был продан, получается, Колесникову Никите Андреевичу. Значит, передан во владение Колесниковой Никиты Андреевича за счет денег, за счет моих денег, то есть Игнатия Тихоновича. Потому что условие здесь соблюдается такое, что если человек находится в Потеряевке и живет в доме, он если выезжает, он дом здесь оставляет. Это называется отлагательное условие. 157-я статья Гражданского кодекса. Сделка, совершенная под отлагательным условием. Так можно написать. Была с Никитой, совершена сделка под отлагательным условием. По статье 157 Гражданского кодекса. Но самое главное, что Павел эти деньги получил. Он на эту половину застройки, которую он строил, он не претендовал. Половина дома построил Игнат Тихонович, половина Павел. И уже воспользовавшись этим болезненным состоянием Павла... Воспользовавшись болезненным состоянием Павла в 2023 году, в октябре месяце... Так, была заключена сделка... Так, была заключена сделка... Так, была заключена сделка... Это не у меня, это вот не его... Блок... Продажа, где? Правильно, да, да, да... По продаже дома... В 2023 году... 16 октября... Не, пока мы сейчас... Да, да, да... 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 Колесничка... Это и есть, но мало... Мало... Здесь важно по колеснику не перепутать... Колесников, значит, это непосредственно... Колесников... Он был временным владельцем... Он был временным владельцем... Он был временем владельцем этого дома... Там что он говорит? Там видеозапись, на котором Никита говорит, что этот дом записан на меня... Такую дату называет... Что сегодня такое число... Ну, видеозапись есть, да... Название ролика может... Там даже... А вот искать, есть прям передача... Есть и передача, да... Юрий говорит... Ой, Юрий видел... Я тоже видел, где Павел вот деньги отдаёт... Прям деньги передача... Там, по-моему, матушка это отдаёт, да? Ну, я помню, тоже видел... Я видел... Павел отдаёт деньги за дом... Павел отдаёт деньги за дом... Я помню, по-моему, матушка это отдаёт деньги, правильно? Так, деньги на этот дом, получается, передал ему Игнатий Тихонов... Игнатий Тихонов, да... Деньги на этот дом передали вы, так? Да, я передал... Ну, с условием, когда выезжает, возвращает... Да, это было отлагательное условие... На строительстве деревни помогай, а не нищий человек. Потому что по закону есть отменительные условия, а есть отлагательные условия. Тень подло. Можно еще важный момент записать. Цена была определена с учетом того, что Игнатий Тихонович половину этого дома построил. Павлик. 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 433 гражданского кодекса гражданского кодекса и этот дом находился в законном владении игнатий тихонович уже полностью когда он выехал на украину вы давайте напишем выехал никита на украину примерно восемнадцатом году всего этого есть видео подтверждение и вы как дарит дом вот конкретно все плюс не дарит предоставляет во владение предоставляет во владение это все это как бы это было под условием он живет у этой он постоянно его да 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 это называется фактическое владение владения то есть это именно режим владения на это и на это все есть видео подтверждение мы готовы предоставить на это все есть видео подтверждение мы готовы это предоставить еще одно можно важное важный момент согласно статье 157 157 запитаем 431 гражданского кодекса то есть это был толкаем договора никита колесников никита колесников не претендовал на эту собственность зная зная что приобретен этот дом приобретен этот дом за деньги лапкина игнатий тихонович за деньги лапкина игнатий тихонович и цена была определена с учетом того что игнатий тихонович его тоже застраивал это важно и цена была определена по 218 статье гражданского кодекса и цена была этого дома определена с учетом факта застройки по 218 статье гражданского кодекса российской федерации игнатий тихоновича купил дом и уже никиту первый раз мы заводим нет это не то николай нет я понял а там потом потом чаще ищи ща 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 не гадает а игнатий тихонович мною на стройке мной вместе вместе с братом вместе с братом то есть 50 на 50 так можно писать надо указывать что конкретно в доме строил желательно желательно потому что когда давайте задавать да у каждого он написать вот это кто строил среди прочего указать конкретно что вы дом в доме написать что я делал до пол сколько показать мой труд за свой счет за свои деньги потолок стены крыша крыши крыши печи 3 пищи пищи там русской пищи ты печенка петчика и все остальное тут стекольная работа так ладно получается так вот это же дома получается тоже окна тоже все и окна и двери это все моя работа на двери не делал ничего этого у него это запои были такие на материал материалы кто купил материалы кто купил бетон это его материалы а кирпич мой когда вам легче будет опрашивать бетон это полностью пала 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 кирпичи и кирпич на павел там и хозяина шла на давайте дальше так ответственно родов в октябре 2020 его ранее полные действительно сделки лапки павел тихо совершенно мошеннические действия правильно возможно он попал под влияние других лица но он по всем признакам мы видим что мошеннические действия деньги он получил уже за этот дом и на него не претендовал я прорабом работал так что мне это все для вам досуждение вот он который вас привел сюда жалобщих мы с братом он священник ему на строительство дома пожертвовали миллион чужие деньги строил то отношения то были не такие это он сейчас такое веру в бога потерял и творит что попало повторно продал повторно надо это важно отразить что он повторно продал может быть он даже и и денег не получал может быть целью навредить это сделал мы пока не знаем но по реестру по реестру там числится что продажа 16 октября 2023 года мой замок сломали а свои замки повесили да то ограду загородили еще тут не понимать неблагодарные считаю что в данных действиях имеет место быть мошеннические действия да безусловно здесь есть а здесь есть один еще важный вопрос я его забыл совершенно стоимость ущерба подлежит установлению следственным путем потому что эта продажа состоялась в октябре двадцать третьего года и мы не знаем какая стоимость на октябрь двадцать третьего года вот если с этим туалетом который устроила наша сторона не другая сторона тоже надо установить размер этого стоимости то значит сейчас речь идет о том что раз они незаконно чужое законное владение нарушили вот то стоимость ущерба стоимость ущерба надо устанавливать не на две тысячи шестнадцатый год а именно на октябрь двадцать третьего года но для этого мы должны сначала договор истребовать из росреестра вот этого купли-продажи вот это и при необходимости специалиста привлечь какая стоимость дома на две тысячи двадцать третий год это важно это важно вот это и почему по поводу квалификации там пункты не указаны потому что мы не знаем нет еще вы и вы не можете как бы квалифицировать даже даже я в данный момент не могу это это только материал предварительной проверки то есть пока пока тут я еще не не могу ничего не усмотреть ну мы не подтвердили не отправить составили может быть он каким-то образом узнал я не знаю что мы это или или почувствовали там этих отшивания да конечно по существу заданных вопросов поясняю что проживаю по выше указанному адресу так до 16 августа 2016 года я и мой брат лапкин павел тихонович совместно владели домом по адресу поселок потеряевка улица мария лапкина 17 как застройщики после 16 08 24 года с колесник никита мандреевичем и моим братом лапкиным павлом тихоновичем была заключена сделка продажи дома колесникова на также он является так также он является временным владельцем этого дома деньги на этот дом я передал колесникову на денежные средства в размере 50 тысяч рублей с условием что когда колесников на уезжает из потеряевки то он вернул дом в мое владение эта сделка не требовала регистрация согласно пункту три статьи 403 гражданского кодекса на украину колесников на уехал примерно в 2018 году чему имеется видео подтверждение согласно статьи 157 431 гражданского кодекса колесников а не претендовал на дом по улице мария лапкин дом 17 и цена дома была определена с учетом факта застройки мною вместе с братом мною было был написали было были построен пол потолок стены крыши трепечи окна двери так в октябре 2023 года лапкин павел тихонович продал данный дом по адресу улице марии лапкина 17 повторно пчелкиной марки тихонов и считаю что в данных действиях лапкина пт имеются признаки мошеннических действий но это понятно ну значит это еще надо отразить мы здесь вот это указали про колесникова но мы указали не полностью значит это так продажи дома колесникова на нас что-то владение дополнительно сообщают что владение колесникова домом носила временный характер дополнительно сообщают что не покупал до него до владения хорошо задержать домом колесникова на колесниковом носила временный характер и в силу статьи 327.1 гражданского кодекса 327.1 гражданского кодекса 327 прим носила временный характер и в силу статьи 327 . 1 гражданского кодекса было обусловлено обусловлено его указать надо что на украине ранее враждебен от колесникова наносила временный да да и было обусловлено силу статьи 327 . 1 гражданского кодекса значит это его нахождением потеряевки его нахождение потеряет просил и вроде в россии так как в отношении колесникова проводились реабилитационные духовные мероприятия не надо писать ну да я думаю да это уже когда так как он сам напросился очень хорошо и еще на добавить что колесников н.а. вернул дом лапкину игнатию тихоновича вернул такого слова нет мы там написали пи перед пи передал здесь вернул она вернул дом лапкину игнатию тихоновича с ним хорошо расстались по хорошему с ним по хорошему расстались и он не претендовал на этот дом и он не претендовал на этот дом еще добавить надо необходимости регистрировать необходимости регистрировать право собственности в реестре у меня не было так как я восстанавливаю православную деревню так как я восстанавливаю православную деревню с 1993 года и дома посторонним лицам не продают это важно и дома посторонним лицам не продают с официальный документ я просто ну для ясности для ясности да и еще и одна фраза в силу статьи 421 гражданского кодекса в силу статьи 421 гражданского кодекса с колесниковым никитой андреевича андреевича была заключена и исполнена не поименованная сделка не поименованная сделка а выгода приобретателям по этой сделке в 2016 году выступил павел тихонович и повторная продажа дома в октябре 2023 года с его стороны и повторная продажа и повторная продажа дома в октябре 2023 года с его стороны носила вредопричинительский характер и очень коротко любая экспертиза докажет подлинность подписи павла тихоновича в расписке за шестнадцатый год нет ну мало ли ну у меня все осталось только подписать еще разочек прочитаем вот это смотрите какой документ это документ что я платил за этот дом налог платил все эти годы налог? да кстати надо указать да это можно сказать что за налог платил официально за дом налог вот это надо указать все наносил это фактическое чеки он все из банала пересылал деньги этот документ они подшить этот документ да все можно сейчас подписывать и надо указать что предлагаю вот этот вот документ об уплате налога да я его оставлю его надо приобщать у вас вот записано хорошо подпишите и приходится все записывать сплошная ложь сплошная ложь нету бога все записано но другое дело какие цели он преследует устину может он просто развлекается я же не знаю тут с моих слов записано верно мною прочитано написать последнее прочитает еще написать лапкин павел тихнич продал данный дом по адресу улица марии лапкина 17 повторно пчелкины вот единство повторно пчелкин кому-то пирас еще пчелками продавал нет зимой мнения повтором пчелкины все про нет он продал же повтор то есть еще раз он и да 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 марфетитами считаю что в данных действиях лапкина имеются признаки мошеннических действий дополнительно сообщаю что владением дом колесниковым на сила временный характер и было обусловлено его нахождение в потерявке так как колесников вернул дом мне с ним по хорошему расстались да да и он не претендовал на дом конечно мы не рубля не платил необходимости регистрировать право собственность у меня не было так как я с 93 года восстанавливаю православную деревню в силе в силу статьи 42 с колесниковым а была заключена и исполнена не поименованная сделка и исполнена неупоменованная сделка и выгодоприобретателем по этой сделке выступил павел тихонович как и выгода выгодоприобретателем по этой сделке выступал павел тихонович и повторная продажа дома в октябре двадцать третьего года с его стороны носила вреда причинительный характер да да не понял что это такое ну то есть он выгоду приобрел выгоду приобрел специально нет не вы он павел тихонович он павел тихонович да тогда сейчас у вас своих слов записано вверх можно подписывать да тут так начало раскрутки только суд это дом очень хороший нет сначала пускать дело у вас будет уголовное туда дважды продают дважды продает за сколько продает надо выяснять про через реестре там и так если что надо вообще-то может специалисты про это не мною а мне написать мною мною играть и не просчитать но сами не считал можно это переправить мною мне расчетами и вот переход к николай тоже это засними пожалуйста из-за туалета вообще это хорошо что он обратился нам не придется со самим заявление подавать в мамонтово вот это текст и если можно первую страницу еще не имею права божьей помощи вам вашего до вашей службе постарайтесь разобраться на корчину можно проехать прошло же а если что у вас телефон есть какой-то из чтобы вас достать там если что какой дорогой сюда ехали не не просто смотрите у нас люди должны были приезжать им сказали не приезжайте не проедете это было несколько дней назад где-то на работу вот отсюда видно как второй этаж тут уже полностью а он бетонная работа фундаменты делал а вот кирпич окна двери это все моя работа я там не жил нисколько я не могу не проехать ему не найти дорогу это туда надо ехать и обхватить вот так вот и выйти на дорогу среди поля дорога идет как сказать да это сейчас проехать еще сложнее будет дождь если разнес туман только был Я не знаю, как парень. Да. Значит, ты знаешь? Да. Откуда знаешь? У меня такая была, типа похожая.